Начинаем эксперимент по выращиванию семян гигантской секвои. Семена секвои довольно мелкие. Их трудно достать, и они имеют крайне низкую всхожесть. Чтобы разбудить наши семена, их необходимо замочить в воде. Семена погружаются в воду и оставляются на трое-двое суток. В отличие от большинства хвойных, секвоя не нуждается в холодной стратификации, поэтому спустя трое суток ее можно высаживать в грудь. Итак, пришло время посеять секвои, которые мы с вами замочили. Для этого их необходимо вынуть из воды и немного просушить на салфетке. Использовать мы будем вот такой контейнер из-под пирожных. В качестве грунта будем использовать кокосовый субстрат в брикетах. Он идеально подходит для рассады, потому что в нем ничего не гниет. Он очень легкий, влагоемкий, и в целом у меня все хорошо в нем росло. Из небольшого объема получается довольно большое количество кокосового субстрата. Укладываем в субстрат наш контейнер тепличку, небольшим слоем, примерно 2 см. Как только семена прорастут, мы их пересадим в отдельные горшочки. Сеем семена, равномерно распределяя их по поверхности. Сверху можно припорошить легким слоем того же субстрата, а можно и оставить, секвой прорастет и так. Далее хорошенько промачиваем весь субстрат из пульверизатора, а также всю тепличку, и у нас получается вот такой парничок. Ставим в светлое теплое место на подоконник и ждем примерно 2 недели. Итак, спустя всего 6 дней после посадки гигантских секвой у нас появились первые всходы. Для рассадки семян я использую конструкцию из пластикового стаканчика и половинки, для того чтобы потом было удобно пересаживать наш саженец. В качестве дренажа я часто использую обыкновенный пенопласт, ломанный на кусочки. Заполняю стаканчик моей собственной грунтосмесью. В предыдущем видео в профиле я рассказывал, как его приготовить. Для пророщенных семян сверху сыплю тот же кокосовый субстрат, чтобы предотвратить черную ножку. Входит вот такой горшочек, готовый для нашей секвои. Пока сеянцы маленькие, достаточно просто увлажнить верхний слой нашего горшочка. Проросшие семена секвои очень легко удаляются из грунта и легко переносят пересадку в таком раннем возрасте. Аккуратно пересаживаем проросшую секвою в приготовленный горшочек и немножко утрамбуем почву. В таком раннем возрасте сеянцам еще необходима повышенная влажность, и я делаю тепличку из того же стаканчика. И так для всех сеянцев. Прошло 11 дней с момента посева гигантских секвои. Время смотреть результаты. На данный момент проклюнулись и пересажены в отдельные горшочки три молодых сеянца. Четвертый только пускает корень из семечки. Смотря на этих малышей, сложно представить, что из них могут вырасти такие огромные деревья. Может появиться соблазн помочь им сбросить семечку, но этого делать не нужно. Растение само от нее избавится через недельку-другую. Гигантская секвоя растет быстрее других войны. Прошло две недели, как мы посадили семена гигантской секвои, и наши всходы уже совсем окрепли. Некоторые сеянцы уже пускают второй ряд листочков, пока другие еще пытаются избавиться от семечки. Пару сеянцев я посадил в горшочки побольше, сделанные из бутылок. Я периодически проверяю тепличку с семенами, и все еще нахожу там вот такие новые проросшие секвои. Пока корень не начал ветвиться, их еще очень легко пересаживать. Будем следить дальше.